Всем привет! Вы на канале Просто Техника. Когда я записывал свой самый первый ролик для YouTube, он назывался Как вас обманывают в магазинах. Кто меня давно смотрит, тот знает, что я обычный продавец города Донецка и что я уже в продажах более 10 лет и к технике отношусь чуть-чуть по-другому, чем все вот эти видеоблогеры. И этот ролик был такой, что я людям хотел показать, что вот такой картинки, как вам показывают в магазине, на демо-роликах дома не будет. Этот ролик, который первый я снял, набрал 250 тысяч просмотров за год. Ну, для канала, который только начинает, наверное, это немало. Так вот, почему набрал много? Потому что очень много было комментариев таких, что типа «Ой, что ты рассказываешь?» Это просто показываются максимальные возможности телевизора. Итак, у современных телевизоров есть три основные проблемы. Три. Первая. В бюджетных телевизорах... Давайте так, первая проблема, что у наших людей нет денег. Поэтому нам приходится брать бюджетный телевизор. Я думаю, что вы со мной согласитесь в этом плане, что были бы деньги, вы пришли бы и сказали «Дайте мне самый лучший». А в основном самый лучший – это самый дорогой. То есть там будут последние технологии. Все, что вы начитались на форумах, вот эти умные вещи, там все будет. Так вот, основная проблема, что у людей нет денег. Им придется покупать в основном, в массе, в большинстве. Это бюджетные телевизоры. Так вот, в бюджетных телевизорах самая большая проблема – это яркость. В основном она идет до 300 кандел на метр квадратный. Итак, проблема во всех недорогих телевизорах – это подсветка. Так вот, на демо-роликах она включается на максимум. И я специально вам включил, видите, человеческое лицо вот на паузе. Просто вот застывший кадр на паузе. А теперь смотрите. Вот это Samsung, вот это LG. Если я включу максимальную яркость, а это и есть демо-режим, я вам покажу, что такое демо-режим. Это будет динамический. Теперь посмотрите, это не нормальный цвет лица. Я не знаю, камера передаст или нет, но оно такое светло-красно-зеленое. Когда включилась максимальная подсветка, у вас первое пропали тени. Почему? Потому что у вас подсветка на максимум. То есть глубина тени – до свидания. Особенно вы это увидите, допустим, в лес и так далее. Второе. Из-за максимальной яркости появились шумы. То есть вы уже их стали лучше видеть, чем на более слабой подсветке. Ну и третье. Самое главное. При таком режиме подается очень большая сила тока. И светодиодная лента ваша сгорит еще больше. Потому что принцип такой. Представьте. У вас светодиодов определенное количество. Сила тока в этом режиме максимальная. Соответственно, ресурс вашей светодиодной ленты будет меньше. То же самое будет и у LG. То есть я сейчас включу режим не стандарт, а яркий. Это ужасный цвет. Я не знаю, если камера передаст. Но пропало все, что можно пропасть. То есть на вот этих режимах динамических. Это как вот этот режим магазин. Обычные фильмы, обычные каналы смотрятся неестественно. Глубина пропадает. Резкость пропадает. Детализация пропадает. Какой нафиг это максимальный режим? То есть это выглядели, что это показывает максимально, как телевизор может. Это не максимально, как он может. Это вот как раз компенсация того, что в бюджетных телевизорах слабая подсветка. Это первое. Второе. Я хотел вам показать вот этот режим. То есть когда вы заходите в телевизор, есть такое понятие. Режим работы. Режим использования. То есть видите, режим использования. Домашний режим. Вот он домашний режим. И можно выбрать режим магазин. Выставочный. Окей. Видите, сразу ярче стал за секунду. Первое. Он включил ролик, который вшит в память телевизора. Этот ролик специально подобран по цветам, по всем вот этим моментам. Вот эти вот штуки, да, красивые вставочки. Подобран под каждый телевизор специально. Во-первых, у вас все движется. Вы не успеваете рассмотреть. Во-вторых, вся картинка сочная и яркая. Снята на камеру, которая, наверное, стоит 100 тысяч долларов как минимум. Потому что макросъемка, цвета отфильтровано в 100 программах и так далее. То есть это ролик рекламный для того, чтобы вам это продать. То есть такой картинки дома не будет. То же самое здесь. Но вы, я думаю, обратили внимание, насколько он стал ярче. То есть подсветка включилась на максимум. Именно вот это будет и проблема в недорогих телевизорах. Если я поставлю, видите, режим стандарт, он стал бледнее, темнее. А на динамике все хорошо. Если я зайду опять же в режим общий и режим в диспетчер системы. Вот он. Я обратно включу режим домашний. Посмотрите, вот сейчас внимательно. Смотрите, как он потускнеет. Я даже увеличу. И он потускнел. То есть он уже стал не такой яркий. То есть как вы увидели, что вот эти демо режимы, это нечестно в чем. Но в том, что первое, все движется, вы не успеваете понять разницу вот эту. И второе, что вы дома так смотреть не будете только потому, что первое, вам будет неприятно смотреть на человеческую кожу. Оттенок будет неестественный, некрасивый. Светопередача будет неправильная. Вы потеряете в детализации и в резкости. То есть на демо роликах вот этот режим яркий, как у LG, режим динамический, как у Samsung и так далее. Вот эти яркие режимы на обычных фильмах, на обычных каналах, они убивают именно естественность. Но делается для одной причины. В основном для бюджетников. Просто все-таки чаще покупают бюджетники, чтобы вам казалось, что с яркостью все хорошо. А на самом деле с яркостью вопрос, особенно к самым дешевым телевизорам. Вот зачем нужны демо ролики. Да и в принципе это нужно, чтобы создать иллюзию. Представьте, какая конкуренция на рынке. То есть вы приходите в магазин, а каждый бренд кричит, возьми меня, возьми меня, возьми меня. И каждый бренд пытается выделиться. И он выделяется как раз вот этими демо роликами. То есть как бы, а как по-другому. Включи канал. Ну я думаю, что вы сразу видите, что дорогой телевизор будет показывать явно лучше, чем более дешевый. Включи фильм простой, какой-нибудь онлайн кинозал. Он там небольшой вес, а в среднем там до 10 гигабайт. Тоже все это увидите. Когда только вышла вот эта новая серия Т, я пришел в магазин. И я говорю, ребят, там вот как-то можно включить Q60T, Q70T, Q80T. То есть у меня не было еще в магазине таких телевизоров. И когда вот такие демо ролики были включены, а я стою, а я разницы не вижу. Вот я действительно, я стоял и очень долго всматривался. Но из-за таких демо роликов я практически разницы не видел. Хотя в Q60, в Q70 идет подсветка боковая, у Q80 идет задняя. То есть хотя бы даже подсветкой он должен был отличаться. Но на демо ролике я этого не увидел. Потому что все быстро двигалось. И все было вот такое ядовитое. То есть я думал, блин, а зачем мне переплачивать за Q80T? Почти разницы нет. И покупать можно и Q60T. То есть как обычный потребитель. Разница была. То есть вот этот демо ролик мне не дал осознания там подсветки. Осознание того, что там другой процессор стоит. То есть я не увидел, как отрабатывают процессор. Где он лучше сглаживает, где шумоподавление, где лучше плавнялка, где лучше черный. Все вот это насыщенное. То есть вы это все теряете. Вот почему я против вот этих демо роликов и против вот этого развода. Только из-за этого, что я не увидел разницы, за что мне платить 20 тысяч рублей. То есть это как бы немало. Извините, это 300 долларов, грубо говоря. То есть между Q60 и Q80 разница 300 долларов. Ну плюс-минус в каждом магазине по-разному. Это как бы немало. Я это не почувствовал. Вот почему я противник вот таких демо роликов. Как-то так. То есть попытался в этом ролике вам разжевать. Это больше как ролик консультация. Что все-таки вот этот демо ролик, который вы смотрите, он вам не дает правильного представления о телевизоре. Это не максимальные возможности. Это просто вас влюбить в телевизор, в его цвета. Все. Ни больше, ни меньше. Хотите выбрать правильную? Повторюсь, три основных момента. Первое. Это яркость. Вам должно ее хватать не на максимальном режиме, потому что вы так светодиодную ленту быстро убьете. А на стандарт, либо на обычном. То есть вам должно хватать тогда, в том случае. Второе. Плавность движения. То есть вас не должен раздражать телевизор, что он подергивается. В ютубе есть разные ролики, тесты, которые вы можете таким образом посмотреть. Третье. Если вы надумали брать недорогой телевизор, особенно это касается китайцев, обратите внимание на звук, на низкие частоты. Вот эти три параметра вам помогут дать правильную оценку телевизору, а не вот эти. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забудьте поставить лайк и свой отзыв. Спасибо, подписывайтесь. Пока-пока. Ты заходи, если что.